Приветствую вас, давайте мы разберемся с вами с тем, что происходит. Вы пишите, значит, в последнее время присутствует сильное желание, где подкрепленные действиями раздавать свои вещи. Вы пишите, в последнее время, в последнее время это когда, то есть совершенно очевидно, что в последнее время это какой-то период. До этого, поправьте меня, если я ошибаюсь, но до этого подобного не было. Значит, что-то произошло у вас такого в вашей жизни, что вы стали так поступать. Почему-то. Почему-то вам стало важно это делать. Вот. Ну, для чего вы стали это делать, это уже вопрос. Второй, хотя и не менее важный. Первое, все же, это именно в каком момент, то есть что произошло в вашей жизни. Такого, что вы начали отдавать свои вещи. Что вы пытаетесь компенсировать? От чего вы пытаетесь избавиться? Кому вы, к примеру, пытаетесь что-то доказать? Вот. Ибо, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, скорее всего, ситуация, она именно, пока я, ситуация именно в этом заключается. Что вы пытаетесь сейчас кому-то что-то доказать. Вы пытаетесь сейчас от чего-то избавиться. Вы пытаетесь сейчас что-то для себя получить. в получшесть. Вы пытаетесь сейчас как-то вот восполнить то, что то, чего вам не хватает. Ну, что это? Непонятно. Дальше. А какую цель вы преследуете вы преследуете отдавая вещь отдаете ли вы любые вещи или отдаете вы вещи только которые что-то значит для вас? То есть, вы пишите, что я понимаю, что они мне очень дорогие, что меня с ними связывают разные вот имена, они достались мне не просто так. Я использую их в обычной жизни, могла бы использоваться еще очень долго. Вот. То есть, тут очень важно понять вы отдаете именно любые вещи или вы отдаете вещи только те, которые для вас имеют значение. Собственно, если вы отдаете вещи, которые только для вас имеют значение, к примеру, то это уже само по себе ключик, ключик к пониманию вашей ситуации. Потому что на данный момент такого понимания если честно, нет. К сожалению. У нас. По крайней мере. Вот. Но я могу сказать точно, я могу сказать совершенно точно, что если вы отдаете вещи, которые ну что это значит для вас вот что это значит, что вы проектируете значимость вот тех, тех вещей которые для вас важны на других людей при том, что сами вы сами себя достойны этих вещей ну, видимо не считает по той или или иной причине причине вот вот тут конечно нужно выяснять почему почему так вот вот но тем не менее тем не менее что происходит с вами дальше когда вы отдаете вещи что происходит дальше чувствуете ли вы ну тоскуете это понятно но вы ведь знаете что будете спасковать ведь знаете что будете спасковать но тем не менее все равно это делаете конечно 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 возникает вопрос зачем для чего поэтому это делать так я их отдаю это могут быть любимые музыкальные инструменты вещи игрушки разное другое при этом тоску сильно переживаю могу пожалеть а решение но все равно отдаю будто морально себя насилован за что-то за что-то за что-то себя наказывать возможно это у вас способ такой способ получить любовь к себе к примеру то есть вот другого способа у вас ну нет то есть другого способа другого способа получить то что вы хотите вы не вы не находитесь для себя вот то есть может быть может быть вполне вполне это такая история вот ну в любом случае в любом случае то что нужно это исследовать то что произошло это нужно смотреть и разбирать то что вы испытываете и для чего вы отдаете потому что ну для чего вы отдаете то что вам дорого потому что мне честно говоря достаточно сложно представить что вы делаете это абсолютно как то вы знаете ну бесконтрольно мне довольно сложно представить себе историю что вы делаете это абсолютно неконтролируемо вот поэтому я надеюсь что вы все таки проанализируете вот я надеюсь что вы все таки проанализируете то что произошло что начало происходить вот и будет понятно дальше хочется понять по какой причине возникает это желание буду очень благодарна за ответ и совет ну советовать вам что-то на мой взгляд вообще не нужно потому что нельзя советовать психологам вообще в принципе вот ну а что касается ответа то то что для вас есть какая-то выгода в том что вы делаете вот вопрос только заключается в том что это за выгода выгода какая это выгода вот и если будет понятно нужно если будет понятно что это за выгода вот то уже можно будет в общем-то что-то делать уже можно будет в общем-то вам помочь в таком случае то есть человек ничего не делает без какой-либо выгоды для себя вот и если так вот вышло да что вы начали давать вещи значит вам ну есть нет для чего-то вот для чего-то вы это делаете зачем-то вам это это нужно вот зачем нужно я не знаю потому что нет нет информации о вас вот совсем никакой но я полагаю что что можно это и следовать возможно вы считаете что пример к примеру не достойны этого возможно вы считаете что у вас не должно быть излишков и что вы там грубо говоря вообще не должны быть счастливы 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 вот то насколько вы любите себя насколько вы уважаете себя насколько вы цените себя насколько вы заботитесь о себе к примеру вот все эти истории нужно выяснять в любом случае нам это важно а и вот тогда уже можно будет и давать вам какие-то советы да можно будет давать вам какие-то рекомендации а пока это к сожалению просто набор фактов да и все и все это следствие по сути то что вы вот описываете да это следствие но не причина первая причина она что-нибудь в другом в чем-то и собственно с ней да с первой причиной этой и нужно работать вот на мой взгляд тогда уже и будет возможность вам помочь с вот вот так мне кажется можно ответить вам на ваш вопрос то есть иными словами иными словами ответить вам почему вы раздаете свои вещи прямо сейчас помимо каких-то вот общих предположений да нельзя вот ну совершенно очевидно что есть какая-то выгода вам как бы как бы как бы от этого совершенно очевидно что вам это нужно нужно для чего-то но но зачем вам это нужно мы не знаем поэтому до тех пор пока вы не определите это в работе с психологом анализировать нам будет собственно собственно нечего к сожалению вот вот так это то что я могу вам сказать вот на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку я буду рад вам помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если вы сделаете его лучше а я желаю вам всего самого доброго и удачи не знаю не знаю я не знаю что я не знаю не знаю что я